Привет! Часто от разработчиков со стажем можно услышать такие термины, как legacy код, спагетти код или того хуже, говнокод. Почему плохого кода так много, откуда он берется и что с этим можно делать в сегодняшнем выпуске? А если вы давно хотели вырасти от junior до middle frontend разработчик, то я вам рекомендую 5-месячный курс от компании Loft School, профессия JavaScript разработчик. На нем вы изучите все, что нужно, чтобы сделать карьерный порыв, получите глубокие знания по нативному JavaScript и ES6, а также освоите React.js, Node.js, связки с MongoDB. В 2019 году ребята серьезно обновили курс, они заявляют, что у них вышел самый глубокий и самый полный курс по JavaScript в русскоязычном интернете. Преподаватели этого курса топовые разработчики, работающие в Avito и принимавшие участие в Battlefield 5 и Minecraft. Дают 100% гарантию возврата денег, если вы ничему не научитесь. Обо всех нововведениях считайте на страничке курса. Ссылка вот тут. В 1999 году Брайан Фута и Йозеф Йодер написали на эту тему научную работу и назвали ее Big Ball of Mud, что можно литературно перевести на русский язык как большая куча дерьма. И Брайан и Йозеф говорят, что спагетти-код это именно вид архитектуры и причем один из самых распространенных. Причем настолько распространенных, что некоторые разработчики вообще ничего кроме этого вида архитектуры и не видели в своей жизни. В своей работе они рассматривают 7 паттернов, которые так или иначе связаны с этой проблемой. Первый паттерн это собственно Big Ball of Mud или спагетти-код. Второй это код на выброс, это throwaway-код. Третий паттерн это инкрементальный рост или piecemeal growth. Потом поддержание работоспособности или keep it working. Следующий паттерн это расслоение или shearing layers. Потом идут потемкинская деревня или sweeping under the rug. И последний паттерн это реконструкция. Почему же системы превращаются в огромную кучу грязи? Ну иногда такие системы произрастают из кода на выброс, который просто забыли выбросить. Иногда довольно чистая и приятная архитектура, которая начиналась просто кусочек за кусочком посредством инкрементального роста перерастает в монстра. И однажды возникнув остается навсегда, потому что к ней применяют тот самый паттерн keep it working. Просто поддерживая работоспособность этой системы. Наиболее простой способ обуздать деградацию системы это оградить участки наиболее плохого кода и спрятать их за приятным фасадом. Так рождается паттерн sweeping under the rug или потемкинская деревня. Но порой единственное что можно сделать это выбросить эту систему и переписать ее заново. Авторы предостерегают, что не стоит рассматривать эти паттерны как антипаттерны, потому что все они имеют право на жизнь. Главное их не сломать, главное их правильно использовать. И об этом мы далее поговорим. И вообще в конце концов не каждому сараю, который вы построили временно, нужны мраморные колонны, как говорят авторы. Поэтому некоторый код может быть плохим и ничего в этом плохого нет. И вообще в своей работе авторы выделяют 8 сил или ограничителей так называемых, которые могут потолкнуть даже самую звездную команду к созданию большой кучи дерьма. И это время, цена, опыт, навык, видимость, сложность, изменения и масштаб. И некоторые, как бы понятные без объяснения, некоторые я все-таки решил объяснить. Под опытом здесь имеется в виду опыт в работе с доменной областью, с конкретной задачей бизнеса, с какой-то проблемой. И на самом деле в то время, когда я работал в различных студиях дизайна и агентствах по созданию сайтов, бытовал такой анекдот, что клиенты часто приходили и спрашивали, имеете ли вы опыт или умеете ли вы создавать сайты с салоном автомобилей, например. Либо там сайты с салоном красоты, либо там сайты интернет-магазина, либо что еще подобное. То есть, и вроде бы как понятно, что один сайт от другого мало чем отличается, но на самом деле бизнес и задачи бизнеса отличаются радикально. То есть, насколько бы смешон такой вопрос не казался на первый взгляд, но он имеет место быть. И на самом деле опыт понимания определенной задачи или определенной доменной области можно получить только, собственно, однажды решив подобную проблему, либо написав какой-то маленький прототип. И главное не забыть этот прототип выбросить и переписать все заново, получив опыт. И чтобы код на выброс было легче выкидывать, авторы рекомендуют его писать на каком-то языке, который не годен для реальной работы, например, на джаваскрипте. И вообще задача прототипа это понять доменную область, а не разработать продукт. Под навыком или скиллом они на самом деле тупо понимают, насколько ты крутой программист, грубо говоря. Вот. И интересно, что они пишут? Они пишут интересно про видимость. Что такое видимость? И они приводят в пример опять-таки архитектуру и здание. И, как они говорят, если в здании любой может зайти внутрь и увидеть, как это здание сделано изнутри, да, пройтись по этажам, спуститься в подвал даже, как бы посмотреть все, то в программе это невозможно по большому счету. И изнутри программу видят только программисты. И то, как бы программисты зачастую не видят всю систему изнутри, правильно? Об этом чуть позже. Так вот, и так как программную систему обычно видят только со стороны и видят очень там красивый ее фасад или интерфейс, то очень сложно программистам бывает обосновать какие-то затраты временные и денежные на, собственно, переписывание или на рефакторинг этой системы. То есть она работает и не трогая ее, да, поддерживая эту работоспособность, она выполняет задачу. И чтобы хоть как-то решить эту проблему, чтобы хотя бы программисты имели, скажем так, общее представление о той системе, которую они разрабатывают, авторы предлагают как можно больше времени уделять на самом деле код-ревью и парному программированию. И мотивируют они это тем, что программисту будет, ну, просто стрёмно писать плохой код, когда он знает, что этот код на код-ревью будут смотреть его коллеги. Или тем более, когда эта коллега сидит рядом с тобой и смотрит, как ты прямо в прямом эфире пишешь говнокод. То есть это, как бы считается, программист здорового человека вынести не может, и поэтому в такой ситуации он будет писать только хороший код. Ну или, по крайней мере, стараться писать хороший код, насколько это возможно в той среде, где он это делает. И, как я уже сказал, они довольно-таки так растекаются, словом, по 68 страницам этой научной работы. Но, тем не менее, у них есть такой, как сказать, такие максимы для каждого из паттерна, которые помогают программисту не позориться, применяя тот или другой паттерн. И, в принципе, как бы составить представление, как можно себя вести в определенных условиях. То есть, когда вам поступает какая-то определенная задача и какие-то определенные рамки выполнения этой задачи, вы можете прикинуть один из этих семи паттернов, собственно, и правильно действовать, чтобы не вырастить систему в огромную кучу грязи. Правильно? Так вот, первый самый паттерн, про который они говорят, или даже архитектура, это та самая большая куча. И они пишут, что обычно тебе требуется поставить качественный софт в срок и в рамках бюджета. То есть, казалось бы, невыполнимая задача, да? Но, на самом деле, они говорят, что сперва ты должен сфокусироваться именно на фичах и написать всю функциональность, которую тебя просят. А потом ты должен сфокусироваться на архитектуре и производительности. То есть, ты не выкидываешь это, ты не говоришь, окей, я написал всю функциональность, все, система готова. Нет, система не готова. Ты написал всю функциональность, отлично, молодец, теперь нужно как бы подумать про архитектуру, возможно, зарефакторить то, что ты написал, а потом оптимизировать, чтобы это все еще быстро работало. В таком случае, как бы, ты начинаешь с большого комка грязи, но при этом ты тут же этот комок грязи так подхватываешь и не даешь ему разрастись. И все хорошо, правильно? Следующее, это код на выброс. И они пишут, что иногда необходимо немедленное решение для какой-то маленькой проблемы или какой-то быстрый прототип. И ты должен писать наипростейший одноразовый код, который решает только поставленную задачу. Потому что, если ты начнешь в этот момент писать какой-то общий код или пытаться писать какой-то общий код, то велика вероятность, что этот общий код, скажем так, будет использован против тебя и тебе скажут, слушай, ну ты же там такую клевую абстракцию запилил, давай еще одну фичу добавим, давай еще одну фичу добавим. В итоге у тебя твой код начинает разрастаться-разрастаться такими маленькими кусочками и у тебя получается большая куча грязи, правильно? Третий, это третий, по-моему, паттерн был, это инкрементальный рост, как раз тот самый, да, и они пишут, что планы обычно жесткие и быстро устаревают. То есть, если вы делаете какой-то дизайн какой-то системы, все равно вы не можете все учесть, особенно на будущее, потому что обычно у нас нет кристального шара, в котором будущее можно смотреть, да. Да и к тому же, когда мы напишем дизайн системы, а потом мы, собственно, начинаем эту систему реализовывать, то обычно этот дизайн системы уже устарел. Так вот, а пользователям, собственно, требуются изменения, то есть пользователи пользуются нашим софтом, возникает какая-то обратная связь и они просят каких-то изменений. Собственно, поэтому нужно наращивать систему маленькими кусочками, локализуя рост и безжалостно рефакторить. То есть, опять-таки, да, мы обрабатываем обратную связь от пользователей, мы расширяем систему какими-то маленькими фичами, маленькими кусочками, но при этом мы постоянно на третьем шаге постоянно возвращаемся и рефакторим. И все, скажем так, приводим в порядок, правильно? То есть, не даем этой грязи расползтись и разрастись. Четвертый паттерн – это поддержка работоспособности. И когда уже накопилось, чего нужно починить, но переписывать или рефакторить как бы неразумно, потому что можно все сломать, иногда бывает и такое, ты смотришь на систему и думаешь, блин, я если начну сейчас переписывать или исправлять, я ее просто сломаю всю полностью, и она не будет работать, и это будет на мне. Вот, то есть, поэтому ты просто должен делать все, что в твоих силах, чтобы оно просто продолжало работать. Следующий паттерн – расслоение. Разные участки кода меняются с разной скоростью. Они здесь опять-таки приводят в пример строительства, то есть, у вас есть площадка, на которой вы строите местность, у вас есть какие-то фундаменты, у вас есть еще какие-то конструкции, то есть, и все эти разные вещи, они меняются с разной скоростью. То есть, понятное дело, что площадка у вас меняться будет очень медленно, и, скорее всего, никогда не будет меняться. Какие-то фундаментальные структуры здания тоже. Там краска этого здания или окна будут меняться гораздо чаще. То есть, вот примерно такую они аналогию приводят. И поэтому следует объединять участки, которые меняются с одинаковой скоростью. Рядом они должны лежать, эти участки кода. И какие участки кода они выделяют? Что первое, это данные. Данные, которые приходят от пользователя, меняются быстрее всего и чаще всего. Дальше идет, собственно, сам код бизнес-логики, дальше идут фреймворки, дальше идут библиотеки, и дальше идет уже сам уровень языка. То есть, получается, что дата меняется, данные меняются быстрее всего, код меняется чуть медленнее под эту данную, подстраивается. Фреймворк, на котором заждется приложение, меняется еще реже. Ну и понятное дело, что библиотеки, которые обрабатывают какие-то связи с базами данных или еще чем-то, меняются вообще редко. Ну а языки программирования, так вот, чтобы прямо в корне и кардинально, там один язык поменять на другой, меняются вообще очень редко. Ну, это написано было в 99-м году, и JavaScript тогда еще не существовало. Ну, существовало, но все было в порядке с JavaScript, не так, как сейчас. Так вот, следующий паттерн – это потемкинская деревня или заметание сора под ковер. И несмотря на то, что с этим у нас есть негативные ассоциации, на самом деле это очень полезный паттерн, как раз-таки в рефакторинге тех самых огромных куч грязи. И они пишут, что в то время, когда плохой код невозможно осмыслить, и если его не взять под контроль, ты знаешь, что он разрастется еще быстрее, по крайней мере, ты можешь огородить зону карантина, так скажем, и рефакторить это дело, применяя стратегию «разделяй и властвуй». То есть ты выделил какой-то огромный кусок, спрятал его за приятный фасад, потом ты этот огромный кусок разделил там еще на несколько кусочков, тоже разделил их приятным фасадом. И, возможно, какой-то из этих кусков в определенный момент ты можешь полностью переписать и выбросить, в то время как другие кусочки у тебя все еще будут жить. И так, кусок за куском, ты можешь, в принципе, переписать всю систему. То есть ничего невозможного нет, и все как бы упирается только в твой навык рефакторинга и, собственно, в ресурсы, которые у твоей компании есть на поддержание этой системы. И последний паттерн, который они выделяют, это реконструкция. И тут все очень просто. Код невозможно починить. Но иногда такое бывает. Иногда код настолько сломан, как говорится, by design, что его проще выбросить и переписать все с нуля. Но тут же опять-таки стоит вспомнить правила третьей имплементации. То есть проблема в том, что когда разработчикам дают второй шанс и говорят, ну окей, вы нас убедили, давайте выбросим и перешпишем все с нуля. Вот эта самая вторая имплементация, она самая опасная. То есть разработчики пытаются там взять реванш и пытаются исправить все ошибки, которые они допустили в первый раз. И пытаются, скажем так, учесть все наперед, что их там будет ждать. И там все это как бы добавить вот в эту вторую имплементацию. И зачастую вторая имплементация становится там чуть ли не хуже, чем была первая. Поэтому получается, обычно говорят, только с третьего раза. Причем как бы с третьего раза не системы, а с третьего раза у конкретных людей. Вот. То есть если вы систему переписываете три раза, но при этом команда уже сменилась тоже три раза, то это все еще версия номер один, версия номер один, версия номер один. То есть вы не улучшаете. Ну и опять-таки, то есть если вы где-то написали версию номер один, потом пришли в другую контору, у вас там такая же задача, вы написали в этой конторе версию номер два, ту самую реваншистскую, а потом пошли в третью контору и там написали наконец-то версию номер три и заопенсорсили ее. Вот спасибо вам тогда. То есть наконец-то будет в опенсорсе нормальное решение ваших проблем. Вот и вся работа по большому счету. Почему же эти кучи грязи так распространены? Да потому что они работают. И от них очень тяжело избавиться на самом деле. Вот. И по большому счету это все, что я сегодня подготовил. Пишите хороший код. С вами был Дмитрий на канале Senior Software Vlogger. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. У меня здесь конспект на пять страниц, потому что сама работа я распечатал, по крайней мере, на 68 страниц. Она довольно большая и написана довольно-таки сложным, замумным английским языком.